Всем привет, любители украинского футбола! В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу, кто еще может усилить донецкий шахтер, какой тренер вернется в Минай, какой клуб может исчезнуть уже этим летом и многое другое. Друзья, уже завтра наша сборная сыграет против Северной Македонии. Несмотря на то, что эта сборная является чуть ли не главным аутсайдером Севу Евро, все равно нужно относиться к этому матчу очень серьезно, ведь на кону три очень важных балла. Кстати, париматч предлагает хороший коэффициент на победу нашей сборной 1.64. Ну а я вообще считаю, что нашей команде по силам выиграть в два мяча. Париматч дает коэффициент на фору минус полтора, 2.8. Ну и конечно не забывайте про бонус париматч. Ссылку на бонус я оставлю в закрепленном комментарии. Донецкий шахтер ведет активные переговоры по защитнику Сосоулу Марлону. По сообщениям газета Ди Мадена, горняки предложили 10 миллионов евро. Однако итальянский клуб отклонил это предложение, так как хочет выручить за футболиста 15 миллионов евро. Также сообщается, что главный тренер шахтера Роберто Детзерби пообещал спортивному директору Сосоулу Джованни Карневалли, что не будет переманивать в Украину никого из своих бывших игроков, кроме Марлона. В минувшем сезоне Марлон провел 25 поединков, в которых результативными действиями не отмечался. Также добавлю, что ранее генеральный директор шахтера Сергей Палкин пообещал, что вскоре будет совершен еще один трансфер. Кроме Марлона, по сообщениям нидерландских СМИ, горняки ведут нападающего Аякса Лосино Траре. За него придется заплатить 10 миллионов евро. Полузащитник шахтера Максим Малышев может вскоре попрощаться с Донецким клубом. Как стало известно Метте Рейтингс, у него скоро заканчивается контракт. И если он завершит карьеру, то шахтер предложит ему работу в Академии клуба работу тренера. Полноценно заиграть в шахтере Максим Малышев так и не смог из-за хронической травмы колена. По информации источника, сам футболист пока еще не решил, будет ли пытаться вернуться на поле в составе другой команды или завершит карьеру. В последний раз в составе шахтера Хаффбек выходил на поле в апреле 2019 года. Защитник Динамо Виталий Миколенко является трансферной целью номер один итальянского Наполи. Итальянский журналист Opinionista TV Руди Галетти поделился свежей новостью, касающейся защитника Киевского Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко. По информации источника Динамо Витс, трансферная цель номер один итальянского Наполи на это лето. Правда, источник утверждает, что сделка может быть закрыта на уровне 13-14 миллионов евро. Очень странная сумма, ведь Суркис за такие деньги даже супрягу в прошлом году не отпустил. Отмечу, что Виталия связывает с разными клубами. Последняя по времени новость касалась его возможного перехода в Аякс. Также добавлю, что даже трансфер Маркт оценивает Миколенко дороже в 17 миллионов евро. Луганская Заря объявила о подписании двух игроков Динамо Сергея Булецы и Ахмеда Алибекова. Новички подписали с Зарей арендные соглашения на два года. Напомню, что последние два сезона 22-летний Булеца провел на правах аренды в Искадне Парадин. А 23-летний Алибеков с сентября 2020 по март 2021 играл в аренде в российской Уфе, где за полгода футболист провел всего три матча. Игрок мадридского ареала Андрей Лунин может отправиться в следующем сезоне в аренду в Кадис. Об этом сообщает Дон Балон. Как сообщает источник, новый тренер Ромы Джозе Мауринио делал запрос по украинцу. Однако Флорентино Перес не заинтересован в продаже, так как видит в Лунине будущее. Таким образом Андрей может поехать в Сегунду, хотя у него есть вариант и поинтереснее присоединиться к Кадису на правах аренды, чтобы получить регулярную игровую практику. Уже скоро могут начаться переговоры между боссами Реала и Кадиса. Карло Анчелотти не возражает. Пока чемпионат Европы только набирает обороты, в украинском футболе грядет смена тренеров. Как сообщает журналист телеканала Футбол Игорь Бурвас, футбольный клуб Минай возвращает на пост главного тренера Василия Кобина. А вот новичок УПЛ Черноморец должен возглавить Юрий Мороз, а его ассистентами станут Антонов, Гай и Аненков. Отмечу, что Мороз в прошлом сезоне возглавлял Динамо Ю-21, а недавно в СМИ ходили слухи, что одесский клуб может стать фарм-клубом Динамо. Скорее всего, вслед за главным тренером в Черноморец отправится и целый ряд игроков из структуры Динамо. Ну а сейчас уже точно известно, Василий Кобин – главный тренер Минай. Также новый старый тренер в комментарии изданию Трибуна рассказал, что у Минай есть шансы остаться в УПЛ. По его словам, Минай по регламенту остается в премьер-лиге, но это только разговоры, пока нет никакого решения. Харьковский бизнесмен Александр Ярославский вложил в инфраструктуру металлиста уже 163 миллиона гривен. За прошедшие выходные сумма финансовых вложений Александра Ярославского восстановление разрушенной клубной инфраструктуры увеличилось до 163 миллионов гривен. На данный момент уже произведен демонтаж пришедшего в негодность большого поля Дюфа металлист и демонтированные осветительные приборы. Также снято покрытие на трех мини-футбольных полях и ограждения. А на выходных также было объявлено, что Александр Ярославский предоставит 70 миллионов гривен на реконструкцию западной и северной трибуны ОСК «Металлист». Также были начаты демонтажные работы на ВИП-секторах и северной трибуне. На трибуне ВИП было демонтировано ковровое покрытие, осветительные приборы и интернет-оборудование, сообщил исполняющий обязанности гендиректора ОСК «Металлист» Вячеслав Шевченко. Еще 40 миллионов гривен Александр Ярославский направил на строительство в Харькове магазинов клубной символики «Металлист фан-стор», один из которых будет открыт 1 июля на привычном месте на южной трибуне стадиона. Как стало известно, спорт-арена МФК «Николаев» может отказаться от участия в первой лиге на сезон 21-22. Причиной стали финансовые проблемы, с которыми столкнулся клуб в последнее время. Из заявленного финансового ресурса, который клуб просил выделить из городского бюджета для финансирования первой и второй команд МФК, а также «Дювш Николаев», было выделено всего 40%. В результате клуб закончил сезон 20-21 с серьезным дефицитом, покрывать который просто не из чего. Отмечу, что «Николаев» до предпоследнего тура первой лиги боролся за выход в УПЛ. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео.